Приветствую, дорогие друзья! Поздравляю вас с началом зимнего периода! Хочу поблагодарить за то, что присоединились к нашей команде, за то, что смотрите это видео. Уверен, что наши методики анализа потоков ликвидности помогут вам качественно улучшить ваш трейдинг. Сегодня я хочу более детально рассмотреть некоторые ситуации, которые были за предыдущий месяц. Так что берите чай, печенье, усаживайтесь поудобнее. Будем делать работу над ошибками, будем смотреть на то, как лучше принимать решения в тех или иных условиях. И также я дам прогноз по валютным парам, по канадцу, по иене, по швейцарскому франку на предстоящий месяц. Итак, в первую очередь мне хочется разобрать ситуации, в которых нужно было достаточно часто думать о том, какое решение принять, прежде чем выйти из позиции. То есть не там, где образовалась точка входа, цена пошла в нужную сторону и точка выхода, то есть там, где все просто. А там, где пришлось больше понервничать и подумать, какое решение лучше принять в данный момент времени. Сейчас на этом графике японская иена. Здесь была точка входа с перевесом 100% по беду. То есть формировался HFT-объем под уровнем объема июня 2018 года, после чего цена начала восходящее движение. То есть в точке входа уже было понятно, что это останавливающий HFT-объем. Заходил я по цене 0.91.835. Этому входу предшествовала дивергенция дельты по объему и по количеству стелок. Причем это было на предыдущий день, и в текущий день уже видно было, что сформировалась дивергенция. Здесь я брал фьючерс, не опцион, но предполагал, что цена все-таки может сделать какой-то ложный вынос, так как она находилась прямо на важном уровне поддержки. То есть уровень поддержки классический. Я даже их подписываю GL, то есть Герчик Левел, в честь Александра Михайловича Герчика, который, в принципе, является ментором в плане построения уровней и торговли с этими уровнями. И я считаю, что применение объемов в комбинации с уровнями, они гораздо лучше и сильнее дают преимущество на рынке, чем торговля просто уровней без анализа потоков ликвидности и анализа дисбалансов, которые происходят возле этих уровней. Вынос все-таки произошел, и он сопровождался появлением HFT объема. Он был у трейдеров, у которых стояли ручные настройки, и здесь видно хорошо также продажи по количественной дельте. То есть большое количество трейдеров вышло из позиций. Кроме того, я бы добавился, конечно, в этой области, просто у меня не было этого HFT объема, так как стояли автоматические настройки. И хочу сказать, что в этой ситуации правильно установленный стоп-лосс, а он был за опционный страйк, где большое количество путов открыто. Вот на данный момент 2075. И я его поставил на уровне 0.9144, писал об этом в чате. Так как это сильный опционный страйк, цена не продвинулась ниже данного страйка. Через пару дней произошла такая достаточно интересная ситуация по дельте, по количеству сделок. То есть преобладание очень сильных покупок в этой области. И цена уперлась в уровень наименьших выплат по опционам. Тут я, конечно, достаточно сильно сомневался в том, держать эту позицию или нет. Но все-таки решил удерживать, так как достаточно крупная позиция была принята маркетмейкером. И из-за этого я ждал все-таки пробой этого уровня наименьших выплат. Что, в принципе, произошло. Потом произошел ретест, причем на котором очень сильная дельта на продажу. Как вы понимаете, профессионалы рынка, они больше обращают внимание на новую реальность. То есть на новый баланс сил. Если очень много покупок в этой области, естественно, многие увидели, что может быть потенциальный разворот. И крупные игроки уже начали продавать. То есть, видя такой повышенный спрос, они получили ликвидность для того, чтобы в дальнейшем продвигать цену вниз. Потому, видя такую сильную дельту на продажу, и после движения наверх появления HFT объемов с перевесом, конечно же, я уже не дожидался более высоких целей и фиксировал 50% позиции для того, чтобы уже более комфортно себя чувствовать и принимать новую информацию, посмотреть, что будет дальше. Здесь уже были покупки потом по дельте на следующий день. Соответственно, я немного успокоился. И уровни, которые сдерживали, несмотря на ложные такие продавливания, потом сдерживали поток продавцов. Но в этом запиле уже пришлось принимать какое-то решение, выходить из позиции или нет. Появился HFT объем. Это еще внушало какую-то надежду, что цена пойдет наверх. Но после того, как цена опять пробила и вернулась к уровню наименьших выплат по опционам, я уже принимал решение ликвидировать всю позицию. Это, конечно, более сложная была сделка, потому что она против глобальной тенденции. Из-за этого ее пришлось достаточно долго сопровождать и думать, как лучше поступить при появлении новой информации. Но вот предыдущая сделка, которую я делал, была гораздо проще. Она была по тренду. Здесь 100% покупок, при том, при подходе цены к уровню наименьших выплат по опционам. То есть, очевидно, какой-то крупный игрок, он захеджировал свою позицию. И это также было после двух дивергенций. Дельты по объему, дельты по количеству и дивергенции дельты по количеству сделок и цены. Соответственно, это была более чистая сделка. При том, еще и уровень объема сентября 2019 года. Достаточно редкий HFT объем. То есть, хочу сказать, что лучше заходить в сделку там, где сходятся несколько факторов. И это даст вам возможность получить лучшую точку входа, больше вероятности, что цена пойдет в вашу сторону. Конечно же, этими факторами должны выступать потоки ликвидности. То, что именно движет рынками, движущей силой является. Тогда у вас будет хорошее преимущество. Я выходил из сделки уже при появлении данного HFT объема и переворачивался в лонг. То есть, уже какой-то запас прибыли на тот момент был. Что касается текущей ситуации по иене, давайте посмотрим. Здесь я опять зашел на покупку. Почему? Потому что очень сильное продавливание произошло. Большое количество продавцов. И при том, вы видите, дельта на покупку, она вся зеленая. То есть, если посмотреть профиль дельты, то здесь идет дивергенция. Идет накопление дельты по объему и большое количество сделок на продажу. Кроме этого, сопровождается появлением HFT объема. Не такого большого, но он есть. Тут у меня давний уровень кумулятивной дельты еще с мая этого года. Тоже, я думаю, что он выступит поддержкой, потому фиксация убытка будет только при пробое данного уровня. Плюс, если мы пробьем уровень, который сформирован опционами, то есть большой открытый интерес по опционам. Целью в данной ситуации является, первое, уровень на меньших выплат по опционам. И второй таргет у нас, конечно же, это вот данный HFT объем, с которого все начиналось. И уровень сентября 2019 года. То есть, это более дальние цели. Но сейчас, на данный момент, конечно, цель является уровень на меньших выплат и область данной проторговки. Давайте теперь рассмотрим ситуацию по канадскому доллару. Тут тоже достаточно сложная была ситуация. Давайте я промотаю ее по мере появления новой информации. То есть, сначала, видите, появился HFT объем. Почему я заходил в эту сделку? Потому что он уже был останавливающим. Это было видно. И плюс, перед этим были достаточно крупные HFT объемы, которые являются ключевыми. То есть, это был уже пробой диапазона. И здесь маркетмейкер принимал на себя уже эту позицию срабатывания лимитных ордеров, стоп-ордеров. Затем смотрим появление новой информации. Очень крупная дельта. Перед этим также была сильная дельта-дивергенция. То, что мне нужно. Дальше. То есть, я также смотрел на уровень объема марта 2019 года. Что в любом случае он выступит поддержкой для цены. Даже если цена пойдет немного ниже. Я брал опционы с ближними страйками. Так как это было перед выходными. Соответственно, я в принципе не беру фьючерс, если это происходит перед выходными. Точка входа появляется. Но не пренебрегаю такими точками входа. То есть, цена поторговалась немного. Действительно, начала идти к марту 2019 года. К уровню объема протестировала его. Отбилась. Но после этого образовался и чифти-объем. То есть, для меня это было фактором, почему я в этой точке зафиксировал 50% позиции. Фактически, в небольшом убытке. Потому что там даже небольшой временной распад уже был по опционам. И, соответственно, был уже небольшой убыток. Но решил посмотреть, что же будет дальше. Что я был уверен, что такая сильная дельта на продажу. Которая количественная. Много продавцов очень в этой области. И падающий открытый интерес, который был на нисходящей тенденции. Соответственно, это был фактор того, что, в принципе, тенденция нисходящая, она уже выдохлась. Тут должна быть какая-то коррекция. Потому я решил еще подождать. Цена спустилась к уровню объема марта 2019. И уже практически начала пробивать. Но, тем не менее, большие объемы на покупку и количественная дельта на продажу. Потому выходить из позиции в таких ситуациях я не буду. Потому что, скорее всего, это, опять же таки, вытряхивают покупателей. Или с убытком фиксируется большое количество покупателей, которые покупали ранее. И эти позиции, соответственно, кем-то принимаются. Так, смотрим. Действительно, была очень крупная дельта на покупку. И я решил подождать. Думал, что это все-таки пик продаж. Мы прошли. И цена дальше будет продвигаться наверх. Так и произошло. Она начала постепенное восхождение. Я вот нарисовал восходящий канал. Так. И потом... Вот данный импульс. То есть, для меня это была проверка ликвидности. Так называемая. Это было, по-моему, на новостях. Но не суть важна. Суть важна то, что после проверки ликвидности произошел пробой линии тренда. И цена начала двигаться вниз. Соответственно, я здесь уже увидел, что дельта на продажу также есть. Помимо количественной. То есть, поддерживать покупки некому. Видите, пустота. Дельты по объему на покупку больше нет. И мне пришлось опять с убытком зафиксировать эту позицию. Я вам также рекомендую, если рынок не делает то, что вы ожидаете, то, что он должен делать. И новой информации, подтверждающей вашу правоту, нет. То лучше зафиксировать и выйти из данной позиции. Потому что быть неправым и не взять потерю, это то, что вредит и вашему карману, и также в будущем вредит вашей самооценке. Что касается канадского доллара на данный момент, то я снова взял покупки по этому инструменту. Потому что я все-таки ожидаю рост. Здесь очень сильно идет дивергенция. Вот если мы возьмем с той точки, где я начал торговать этот инструмент. И посмотрим накопление дельты. То мы увидим, что очень крупная дельта на покупку. И очень большое количество продавцов. Соответственно, это для меня является существенным фактором. Я взял опционы кол, ближних страйков. И ожидаю по данному инструменту восхождения. Отмена сценария будет, если цена пробьет данные минимумы. Потому что, в принципе, она не должна ходить уже ниже данного проторгованного диапазона. Еще одна достаточно сложная ситуация была по швейцарскому франку. Я ее не публиковал. Стараюсь все-таки выкладывать в чат те сделки, где я уверен на больше процентов. Но бывает так получается, что сделки, где ты меньше уверен, даже лучше срабатывают. Что касается франка, то здесь, как вы видите, были большие объемы. Соответственно, это редкие HFT. То есть, перед этим не было таких сильных объемов. Конечно же, они что-то значат. Здесь были сильные уровни объема. Март еще и декабрь 2017 года. То есть, более древние. И я рассчитывал на рост цены, по крайней мере, в область предыдущей проторговки. Вот сюда. Но, когда очень большие объемы на покупку, вот видите, с перевесом 100%. При том, что здесь была положительная дельта. Это очень хороший фактор того, что должен быть разворот. Но, когда появились HFT объемы на покупку, я уже понял, что маркетмейкер принимает данный спрос и будет ввести цену вниз. То есть, необходимо выйти из этой позиции. То есть, здесь еще цена проторговалась какое-то время. И я принял решение выйти практически в ноль. Подождать, что будет дальше, лучше перезайти, чем удерживать длительное время убыточную позицию. Это очень важно. И вот, кстати, сейчас и есть тот момент перезахода, который можно осуществить. Потому что, вот в данной области у меня был условный стоп-лосс. Даже то, что я брал опционы, несмотря на это, я ставлю себя уровень, где сценарий абсолютно ломается. И нужно даже фиксировать опционы. Потому что опционы помогают, скажем так, предотвратить потерю позиции, когда происходит вынос. Но нужно также не ждать до экспирации, не сидеть в убыточном опционе. Если же картина ломается, конечно же, я выхожу. То есть, у меня всегда есть стоп-лосс ближайший. И стоп-лосс меняет мое восприятие уже той ситуации. То есть, что-то пошло не так. Соответственно, нужно выходить в любом случае из позиции. Вы держите фьючерсы или опционы. Это не имеет значения. Здесь есть хорошая ситуация по франку на покупку. Целью являются, опять же таки, уровни объема. Вот июнь 2019 года, тут декабрь 2018 года. И цена с большей вероятностью уже может дойти. Потому что, видите, количественная дельта. Она также идет очень сильно вниз. Если сделать натягивающуюся дельту, то, видите, перевес. То есть, здесь уже покупки идут по дельте, по объему. Дельта по количеству очень сильно устремилась вниз. Ну и плюс образование и чифте объема, конечно же. Что касается отмены сценария, то вот у меня есть уровень кумулятивной дельты еще с мая остался. То есть, если цена пробьет данный уровень, я буду фиксировать свою позицию. Не буду долго останавливаться на таких инструментах, как серебро, золото. То есть, вы помните, эти позиции, которые я давал в чате, они более очевидны. То есть, здесь HFT объем, уровень и потенциал к уровню наименьших выплат, где производилась уже фиксация позиции. Дальше золото тоже очень хороший пролив. И здесь единственное, что скажу, когда растет дельта по количеству сделок на таком проливе, это, соответственно, уже маркетмейкер останавливает цену. То есть, это не толпа, потому что толпа обычно не заходит на таких резких проливах. То есть, это идут останавливающие уже объемы высокочастотными роботами. И когда образовываются еще и HFT объемы, это хорошая возможность зайти с максимальным соотношением риск-прибыль. Здесь я брал опционы. Кто брал фьючерс, конечно, если стоп стоял близко, и он сработал, необходимо было перезайти после следующего объема. Тоже 100% перевес. И цена пошла сначала к уровню наименьших выплат, потом пробила его, оттестировала. И образовался еще один HFT объем уже на выход из позиции. Я тоже это публиковал в наш чат трейдеров. Вы это видели. То есть, тут, в принципе, все понятно с такими ситуациями. Но бывают и ситуации, о которых я только что прошелся, по которым я только что прошелся. Там, скажем так, более сложно. И нужно уже включать мозг и думать, что делать, принимать новую информацию и анализировать ее. Так, уже немного пересохло во рту. Купил на зиму такой термос с оленем зимний. Для того, чтобы всегда пить теплую воду и чтобы не пристудить горло. Воды нужно пить много. То есть, 2 литра как минимум в день выпивать. Это очень важно для того, чтобы мозг хорошо работал. И также выходить на улицу и дышать свежим воздухом. Несмотря на то, что холодно. И последнее. Я бы сказал, такая более поучительная ситуация. Я давал в чарт шорт по палладию. И скажу вам откровенно, что мой мозг также подвержен вот тем желанием продавать дорого, покупать дешево. То есть, такова наша природа. И тут ничего не изменишь. Даже торгуя достаточно долго на рынке, можно чувствовать всегда вот такую потребность. И скажем так, палладий для меня считается крахом здравого смысла. И потому я пытаюсь всегда найти точку входа на продажу по данному инструменту. Здесь образовался HFT объем с перевесом 100%. И скажем так, я зашел сюда на продажу. Стоп-лосс поставил на уровень 1822 с копейками. Я вам в чате писал, как рассчитываю стоп-лоссы. И, соответственно, здесь уже произошел пробой. Цена закрепилась на данном уровне. Но, тем не менее, я удерживаю эту позицию до стопа. Чаще всего я ищу много дополнительных подтверждений для того, чтобы зайти в сделку. Даже иногда чересчур много. Чтобы быть максимально всегда с большим преимуществом. Но в данной ситуации для меня вот HFT объем и то, что палладий стоит достаточно дорого, это уже был фактор для того, чтобы входить в позицию. Тут, скажем, у меня достаточно хорошие цели. Это вот область дисбаланса, который я себе отметил. То есть, что палладий придет к этой зоне. То есть, очень хорошее соотношение риск-прибыль. Возможно, это еще повлияло на точку входа. Но, тем не менее, то есть, дороговизна актива. Хотя я, скажем так, сознательно понимаю, что это всегда для меня, наоборот, хорошая возможность купить на проливе, там, где все шортят. И это подтверждается дельтой, HFT объемами. И там маркетмейкеры или крупные игроки принимают данное повышенное предложение. То есть, такие ситуации я брал на S&P. И, кстати, я вам сейчас покажу очень интересный момент был на S&P 500. Вот здесь. Вот здесь все продавали. Потом была дивергенция даже с дельтой по объему. То есть, видите, цена пошла вверх, дельта шла вниз. То есть, потом в боковике проторговались и пошли наверх. То есть, вот данная ситуация. Она очень похожа по Палладию, потому что тоже все шортят индексы, они очень дорого стоят. Соответственно, здесь произошел пролив, все начали шортить, цена остановилась, кто-то принял, маркетмейкер принял этот объем. И вот как здесь тоже HFT объем. Тоже потому что все продают, продают, продают. Кто-то принимает эти продажи. И цена дальше продолжает восхождение. То есть, вот такие ситуации я люблю, когда все думают, что дорого, и продают, и это подтверждается дельтой. К сожалению, по Палладию такое было достаточно давно, когда тоже была дивергенция цены и кумулятивной дельты на продажу. И, соответственно, я там брал краткосрочный лонг. Но здесь все кажется уже достаточно дорого. Появился HFT объем на покупку. Я зашел на продажу. Потому нужно это проговаривать, делать выводы и больше не допускать подобных ошибок. Либо же искать больше подтверждений, действительно, для того, чтобы заходить в такие контртрендовые сделки. На сегодня все. Желаю вам успешной, продуктивной торговой недели. Будьте бдительны. Ищите, не ленитесь хорошие возможности на рынке, потому что он их предоставляет тем, кто упорно работает, трудится и неравнодушно относится к тому, чтобы действительно развиваться в этом направлении. Потому всего доброго вам и до встречи в чате и в следующих видео. Пока!